Изитрейд.ру, лучшая биржа игровых ценностей, где продать и купить золото в Блэс, просто изи. Ссылка в описании. Ну, пища. Ну, чё оно не рубится? Ладно, и так сойдёт. Ссылка в описании. Решили полить воду выше оставшимся игрокам. Но, тем не менее, в этом выпуске я прочитаю это письмо полностью и дам свои комментарии на абзацы их сообщения. Блин, открытое письмо к игрокам спустя два месяца каждодневных фейлов. Поехали! Друзья! Не друг ты мне. За прошедшие два месяца ОБТ мы получили довольно много волнующих вас вопросов по различным аспектам. И сегодня мы хотим поделиться с вами информацией, которую далеко не всегда принято сообщать игрокам. Похоже на правду. Начнём с самого животрепещущего вопроса. Где оптимизация? Сначала мы бы хотели объяснить, что оптимизация это не какой-то параметр, который можно легко найти и настроить, а целый комплекс мер и решений, принимаемых разработчиками игры для выявления работоспособности их продукта. Таким образом, процесс оптимизации игры может занять несколько месяцев. Разработчики внедряют изменения постепенно, в каждом билде. Например, время загрузки игры сокращено более чем в два раза. Ещё часть изменений будет добавлена в последующих обновлениях. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Многие пишут мне в комментариях о том, что имея средний компьютер, у них игра идёт плавно и ничего не лагает. Поэтому я наговариваю на оптимизацию. Но, увы, всё далеко не так радужно. Bless Online разрабатывалась с 2012 года на движке Unreal Engine 3. Блин, мне кажется, корейцы вообще помешаны на движках Unreal Engine для своих MMORPG. Начнём с того, что этот движок изначально не очень-то подходит под ММО игры с большим миром. И суть в том, что из-за этого движка, который устарел на момент выхода игры, Bless и дальше будет лагать на машинах нового поколения. И никакие танцы с бубном от корейцев и их лапша на ушах не поможет. И именно поэтому на средних компах вы будете видеть показатели FPS лучше, чем на топовых машинах уже сейчас. Всё вот так вот, просто. Кстати, единственным моментом, который им удалось скорректировать, был баг, когда нагрузка от клиента практически полностью уходила на процессор, не задействуя видеокарту игрока. Ну и, конечно, фанбои могут дальше ждать месяцы до следующих обновлений, в надежде, что вот-вот уже завезут оптимизацию. Дальше была ещё целая куча воды касательно того, что связано с оптимизацией и почему она плохая. Но я хочу заострить ваше внимание именно вот на этом абзаце. Пользователи думают, что проблема кроется в технических характеристиках наших серверов. Но это не так. Наши серверы даже лучше. У нас более мощные процессоры и увеличенный объём оперативной памяти. А вот интернет в Корее, как многим известно, намного лучше. Вполне возможно, что проблема кроется в этом. У нас ничего не подлагивает. У нас всё хорошо. Да, у нас на экране всё прекрасно. Вообще нет ни одного лага, кстати. Возможно, на Твиче есть какие-то проблемы. А может быть, всё кроется в том, что популярные конфигурации компьютеров русскоязычных пользователей сильно отличаются от популярных конфигураций компьютеров корейских геймеров. Чего, блядь? С каких пор корейцы стали делать своё железо и составляющие для компьютеров? У них там чё, новые разработки видеокарты, процессоров и оперативной памяти? Ну, знаете, типа AMD и NVIDIA для лохов. Нарекитет хайю. Выбор про игроков. Сука, конечно, это полная чушь. Ваши оправдания в стиле лагов на Твиче уже давно никого не цепляют и не трогают. Поэтому можете не пытаться снова так нагло врать игрокам. У вас их и так маловато осталось. Следующий вопрос, который очень сильно волнует игроков, это расхождение версии игры и возникающие из-за этого нестыковки и нелогичности игровых механик. Это не ошибка, а вполне осознанный шаг со стороны Neavis и 101XP. Это решение было принято незадолго до старта ОБТ русскоязычной версии игры. Но никто не ожидал, что со стороны разработчика это может привести к такому смешению версий. И что нам будут сообщать не обо всех изменениях, вносимых в нашу версию игры. Блин, опять чёртовы корейцы, а? Мы полагались на опыт и знания разработчиков. Однако после нескольких не самых удачных решений, вызвавших негативные отзывы комьюнити, схема взаимодействия была пересмотрена. Я сейчас расхвачусь! Будущее обновление мы обсуждаем совместно с разработчиками и принимаем решение на основе текущей ситуации в русскоязычном комьюнити игры. Это после вот этой ситуации в русскоязычном комьюнити игры, когда вы мобов усилили, вы приняли решение ещё больше их усилить патча 31 января. В огромном абзаце я снова прочитал вам лишь конкретные тезисы, которые пытаются скинуть большую часть вины на корейцев. Коварные, нагло подставивших бедных локализаторов с этими патчноутами. Но это ещё не всё. На повестке дня извинения за неработающий аукцион и хранилище. Что же касается ошибок в игре в работе аукциона и хранилища, то мы активно работаем над их устранением совместно с нашими партнёрами. Большинством ошибок, возникших в нашей версии игры, особенно связанных с использованием читов, ботов и дюпами предметов, разработчики впервые столкнулись именно в нашей версии игры и сейчас ищут способы устранить эти проблемы. Для меня MMORPG привлекательны в первую очередь социальные составляющие, которые подразумевают под собой взаимодействие с другими игроками в разных аспектах игры. Неработающий аукцион просто-напросто убивает экономическую сторону и я вообще не понимаю, как можно допускать такие ошибки в его работе со стороны разработчика и локализатора. А про дюпы, золото и вещей вообще забавно слышать. Как я и говорил в самых первых выпусках, забирать надюпанную голду и вещи будут очень долго. А без вайпа такая фатальная ошибка в запуске проекта забила первый гость его похоронную крышку. Мне тут, кстати, до сих пор люди в комментариях к видео пишут о том, что у них до сих пор лежит в инвентаре надюпанная голда. О чем тут можно вообще говорить? Подобная ситуация сложилась и со спамерами в игровом чате. К сожалению, у разработчиков нет системы автоматической блокировки, нарушителей или какой-то возможности ограничить доступ к чату для новых игроков. Далеко не всегда удается отследить и заблокировать всех, но мы работаем над этим. Интересно, сколько вообще за весь ролик я произнес фразу «мы работаем над этим»? Я думаю, фразу «мы уже сделали это» мы не услышим вообще ни разу. Не знаю, зачем в интервью они говорили о том, что наберут специальных модераторов, которые будут следить за игровым чатом. Если с самого начала знали об отсутствии такого функционала в игре. Хотя, знаете, это самая небольшая ложь из всех, что они обещали и говорили. Так что не будем слишком сильно ругаться. Фильтры будут, будут, соответственно, модераторы, которые будут за всем этим следить. Про это мы уже говорили, что будут набраны модераторы именно для игрового чата. Время от времени мы получаем жалобы на задержки старта событий, таких как «Мировые боссы» и «Осада Кастроя». Так как эти события запускаются вручную, добиться абсолютной точности бывает не всегда возможно. Небольшие задержки неизбежны, но мы ищем способ автоматизировать этот процесс. Кроме того, штат сотрудников технической поддержки и гейммастеров активно расширяется, чтобы вы быстрее получали ответы на ваши заявки и решения проблем. Эх, сейчас бы «Мировые боссы» и всякие ивенты проходили не автоматически, а запускались администрации с помощью какой-то админпанели. Я прям вспоминаю фришарды по линейке какой-то. Интересно, а если они нанимают новый персонал в техническую поддержку, это значит, что ответы будем получать намного раньше, чем через месяц? Хотя они уже столько всего наобещали в этом посте, что я даже не знаю, когда они все успеют. Нам, как и вам, хочется, чтобы русскоязычный Блэс жил долго, постоянно развивался и приносил нашим игрокам только позитивные эмоции. И мы очень стараемся сделать для этого все возможное. Мы прекрасно осознаем всю сложность сложившейся ситуации и важность скорейшего из нее выхода. Очень надеемся на помощь и поддержку. Стою. А теперь серьезно. Во всем этом посте сплошные пустословные обещания и никакой конкретики, размытые косвенными намеками на свою непричастность в ошибках. В России просто плохой интернет и плохое железо у компьютеров-пользователей, а неработающие билды присылают корейцы. И ни слова о читерах и нарушенных обещаниях. Они, кстати, всерьез решили устроить сходку, черт возьми, кто же на нее придет? Я тут скоро стримы планирую на ютубе запускать. Походу, буду собирать донаты на то, чтобы пойти туда. Боюсь, меня туда даже охрана не пропустит. Ну просто без охраны им туда идти чистое самоубийство. На самом деле нет, конечно, если серьезно, то игроки обычно это очень миролюбивые такие люди, и они ни с кем не будут драться из-за того, что какую-то игру плохо локализовали. Ну мне так кажется. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте поставить палец вверх или палец вниз, если вам понравился или не понравился видеоролик. Палец вверх, палец вниз. Обязательно оставьте свой комментарий касательно того, что вы думаете о сложившейся ситуации в Блэс. На канал, подпишитесь. И нажимайте колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о выходе новых видео. Да, кстати, я скоро стримить планирую на ютубе, ребят, поэтому если вам это интересно, то можете в комментариях написать, какую бы вы хотели игру видеть у меня на стриме. Ну а вообще про это будет отдельное видео с информацией. Не забывайте делиться этим видео везде, где только можно. Отсылайте во всякие официальные форумы, группы ВКонтакте, чтобы все знали о том, как проходит русская локализация Блэс. Пейте побольше воды, это полезно. Счастья, здоровья вам. С вами был Дэвид Джонс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok